Хочу обратиться к россиянам, которые нас смотрят. Интервью ваших солдат не покажут по федеральным каналам. Комментируйте, ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких, особенно в российских пабликах, чтобы больше людей там, в России, знали правду об этой войне. Как полное имя? Фирсов Роман Анатольевич. Фирсов Роман Анатольевич. Год рождения какой? 01-03-2000. 2002 года, да. Какие войска? Мотострелковой. Должность? Командир отделения. Командир отделения, да. Сержант? Младший. Младший сержант, да. Семьи, то есть? Мама, сестра. Мама, сестра, да. А откуда сам родом? Саратова. Саратов, да? Самого Саратова? Да. Когда подписал контракт? Да, в 2019 году призвался на срочку и в 2020 году, 20 апреля, в феврале подписал контракт. Сколько платили в России на контракт? Ну, у меня 50 тысяч, как командир отделения, со всеми надбавками, да. А вот командир отделения, мотострелкового, что делают вот физически? Полигоны, снимаемся, упражняемся, тактика, боевые там, боевые задачи, в основном техника. Когда зашел в Украину? 21 марта. 2022 года, да? Какое направление? Харьковское. Где Балаклея стояли. Где Балаклея? Брали Балаклею? Нет. Уже было взято, да? Да. Сколько обещали на контракте при заходе в Украину? 53 доллара, два клада. Это сколько в рублях будет? Потом сделали фиксированное, 122 клада. Суммарно? 200 выходило вместе с зарплатой. Вместе с зарплатой 200, да? Я понял. Плюс-минус. Плюс-минус. Плен когда взяли? 9 сентября. Постоятельства? Ехали на танке, на броне. Меня подстрелили спецы Украины, я свалился с танка, меня душевно приняли. Все. Танк уехал, но дальше там. Душевно это хорошо приняли, правда? Нормально приняли. Вот... Почему смеешься? Нормально приняли, как положено. Медик в помощь оказал потом. Было ранение? Да, бок левый. Пулевое. Пулевое, да? Уже все нормально сейчас? Да, зашили. Зажило? Да. Я понял. Вот для тебя лично это СВО или война? Ну, я здесь побывал, я знаю, ну, повидал много, я думаю, это война. Да, воевал? До этого? Нет, в общем, в Украине воевал, стрелял. Конечно. Были задачи такие, да. Наступали? Нет. Оборонялись. Стоял где-то? Где было клея, там, километров трех от самого города. А какие задачи ставились? Ну, держать оборону, упорный пункт, все. Ну, конкретно у моего взвода была такая задача. Там слева-справа от меня были наши подразделения, задачи точно такие же были. То есть ты много повидал и говоришь, что это война, да? Ну, да. Вот, я 22 года, да. Почему вы в Украине? Ну, призвали на срочку, посмотрел, как вообще служить ребятам. Думал, есть возможность заработать, там, спорт и все вот это, чем мы занимались, мне это нравилось. Ну и плюс, как бы защищать свою родину. От кого? От врага, в случае чего. А кто враг, в случае чего? А кто угодно мог бы напасть правильно. Без разницы. Кому что-то там не понравилось или еще что-то. Ну, что угодно могло случиться. Ну, и плюс мне, я занимался техникой, вооружением, изучал это все, тренировался. А вот, ну, когда пошел на срочку, потом решил, как бы, вот другая какая-то возможность была бы заработать? Да, вот, ну, конечно. Ты говоришь, что деньги, а где? На гражданке, где угодно. Чем занимаешься? Ну, до этого я учился, судоводитель, помощник, механик, маломирный суд, мог на реке, на пароходах ходить. Это хорошая работа? Нормальная, приличная. А сколько? Ну, конкретно в Саратове, так тоже от 40, там, и кто как работает, кто сколько, смотрел график. 50 тысяч, это в долларах сколько? Потому что это... Я не знаю, какой сейчас курс. Ну, тогда, перед войной. Даже не знаю. Я всегда в рублях считаю. Хорошо. Понимал, что заходишь в Украину? Конечно. Понимал, да? Вот какие мысли были, что заходишь в другую страну? Мысли не знаю, какие было, но было страшно. А страшно из-за чего? Да вообще, потому что это война. Я смотрел до этого новости, там, после 24 февраля начал интересоваться, смотрел, то, там, телеграм, не телеграм, видел все это и понимал, что у меня стоит задача идти туда. И все это пережить. У тебя всю жизнь был один президент? Ну, и... Ты знаешь только одного президента? Ну, да. Поддерживаешь его? Я не знаю, я нейтрально отношусь к политике. Вообще не интересуюсь. За все, вообще, про Украину, за все вот это Донбасс, Крым, я узнал только 24 февраля. То есть я не интересовался. Занимался своей жизнью. И все. В своей жизни что это значит? Своими проблемами, своими задачами, своими идеями, своими планами. То есть у меня были дальнейшие тоже планы, там, по военной тематике. Например? Перевестись в другое подразделение. В дальнейшем. Не получилось. Остался пока в пехоте. Я куда хотел? Парусная. Это тоже в Калининградском механизоне спецчасть. Стоп. Сам из Самары, но ты... Саратова. Саратова? Да. Но дислоцировался в Калининграде, да? И жил там, да. И жил в Калининграде. А, ты жил в Калининграде. С девушкой говорил, что идешь на войну? Конечно. Что она говорил? Была против, но... Не, ну, нет, ну... Не-не-не, не в этом. Вот у меня вопрос не был в этом, да, вот там с мамой. Я понимаю, вот эти все сопли, да, вот это там девочковые, да, вот это все там типа война, туда-сюда. И вообще вот какой-то мировоззренческой, да, вот никто не говорил. Они боялись только за тебя, что ты там, например, там можешь погибнуть, да, вернешься в черном пакете. Я не знал, что у них было в голове. Нет, ну вот, например, ну никто тебе не говорил. Ты что, с ума сошел? Это же другая страна, это же украинцы. Конечно, говорили. Говорили? А почему решил идти? У меня стояла такая задача. В смысле? Зайти на территорию Украины. Как нам говорили поначалу, то, что мы идем в помощь Донецку, Луганску. После того, как я попал сюда, вообще посмотрел, что как, что. И когда меня взяли в плен, пообщался с украинскими военнослужащими, я понял уже немножко другое. А заходил сюда, вот, ну, как, по защите Донбасса, грубо говоря, что надо помочь. Ты верил, Влад? М? Ты верил, Влад? Да, верил. А от кого защищать Донбасс нужно? От обстрелов, от всего вот этого, что там происходило. Как нам рассказывали, как я это видел по новостям. А Донбасс это какая территория? Территория Украины. Территория Украины, да? Ну, да. В каком году там начались движухи? В 14-м вроде. При поддержке кого? Без понятия. Не знаешь, да? Я слышал, что они хотели эти две области отсоединиться от Украины, но что-то там пошло не так, и все это началось. А зачем Россия и Донбасс? Ну, хорошо, давай... Зачем Россия и Донбасс, без понятия. Но, наверное, Россия решила помочь просто этому народу, который хотел отсоединиться, я не знаю. То есть только Донбасс, да? Ну, а кому еще? Ну, хорошо. Мы же им пошли помогать. Да, но ты же стоял в этом, в Харьковской области. Да. Где Донбасс, а где Харьков? Ну, намного дальше, но, как я понимаю, это был немного такой стратегический ход. В чем он? В чем? Чтобы отвести силы Украины с Донбасса. Хорошо, а зачем заходили тогда со стороны Крыма на Херсон, и на Чернигович, и на Киеве? Это тоже стратегически? Это я уже не знаю. Я, как говорится, свое направление, где я заходил. Я заходил с Белгорода. Мы встали там на опорный пункт, и все. Мы не наступали, просто стояли на позициях. Чем жизнью вы еще интересуете, кроме Армии? Семьей. Для меня это семья, будущее. Ну, то есть ты хочешь иметь семью? Конечно. Ну, а какие еще интересы? Спорт. Спорт. Какой спорт любишь? Вообще, занимаюсь сам по себе тяжелой атлетикой, а так могу футбол победить. Ну, это так уже чисто, как хобби. Так сам по себе занимаюсь тяжелой атлетикой. Какую футбольную команду любишь? Конкретно нет, я болею за Роналда, где он, там и я. За кого? За Роналда, Кристиана Роналда. А, за Кристиана Роналда болеешь? Где он, там и за тот клуб, и я болею. А чем нравится Кристиана Роналда? Ну, по-моему, хороший футболист. То есть ты идешь за Кристиана Роналда, скоро карьера закончится, наверное? Нужно кого-то новое искать? Я буду пересматривать его победы. Не знаю. Я понимаю. Какая-то у клуба нет. Чтобы я прям был фанатом диким. Это такое. Гордости за русский футбол нет? Как? Гордости за русский футбол нет. Но мы любим, вот, украинцы гордятся украинским футболом. Да, я не знаю. Да, у нас много там звезд, да? Вот Шевченко был, сейчас Зинченко. У нас тоже есть звезды хорошие. Кто? Лев Яшин. Это было, это историческая уже фигура. Но это легенда. Да, но Блохин тоже легенда. Но мы его вспоминаем, чтим. Но сейчас украинский футбол, ну, у нас звезды свои есть. Это Зинченко. Да, слышал такого. Ермоленко. Малиновский. Я за Смолов, блин. За кого? За моего города. Смолов. Не знаю, кто. Он где играет? В изборной России он, по-моему, переводился в этот... В Испанскую лигу сейчас, не помню, честно. Ну, Испанская лига... Либо Валенсию, по-моему. Ну, такая. Ну, можно, конечно. Не помню, честно, точно. Хорошо. Вторая мировая, да? Там много об этом говорят в России, да? Там деды воевали. Деды воевали. Конкретно мои, да, были? Нет, вообще, деды воевали. Ну, да, конечно. Чтим дедов. Да. А внуки сейчас стали оккупантами? Ну, я не знаю, как это сказать. Так скажешь, как так было? Ну, я не считаю себя, как бы, захватчиком. Почему? Ну, потому что я пришел по одной задаче, а как уже оказалось, потом все немного переменилось. Поэтому... Как получается, что да, стали как оккупанты. Оккупанты, да. Деды в гробу, он перевертается, наверное, да. Переворачивается. Не знаю. Не, ну, никто не знает, что там в гробу происходит. Получилось так, как получилось. Я часто говорю, что, как бы, там, 20-22 года, 25 лет, когда я разговариваю с такими, как ты, да? Это новая генерация русских. Новое. Новое поколение русских. Которое должно, ну, какие-то там веяния. Вот поэтому я спрашиваю, чем интересуюсь, и так далее. Вот армия, только армия, да? Ты горд, что ты русский солдат, российский? Я горд, что я русский. В чем гордость? Да просто. То, что я русский, и все. То, что я русский, и все. Ну, в чем гордость? Ну, так же, как и вы горды, что вы украинцы. То же самое. Мы горды, что мы украинцы? Разве нет? Да. Вот и я. Да, мы еще, да, мы очень, потому что мы выпашем русский. Мы защищаем свою страну. Согласен. Правда, кто защищает свою землю. Да. Я могу объяснить, почему я гордый, да? Я могу носить футболки, там, я украинец и так далее. И весь мир поддерживает нас, да? Английский знаешь? Да. Знаешь, есть такое, там даже на Times Square я вывешиваю. Be brave like Ukraine. Будь храбрым, как Украина. Я могу это объяснить. Весь мир понимает, почему мы гордые, что мы украинцы. В чем гордость? Потому что я русский. Просто так, от балды? Нет. Да просто, что я родился в России. Говорят так на улице, да, обоснуй. Да просто, что я русский человек, что я родился в России. Ну, чем гордиться? Что вся моя семья русская. И что? Не знаю, просто. Просто так. Вот. Хорошо, поставим по-другому. То есть вы объясняете то, что вы гордые за свою страну, что вы защищаете? До этого вы не гордились тем, что вы гордились? Гордились, гордились, да. Ну, например, у нас большие достижения в спорте, в других отраслях и так далее, да. Вот. Украинцы, они работают, выезжают, стараются заработать деньги нормальным способом, не убивая других. Понятно. У всех свое мнение на это. Не, ну я как бы, ну, свое мнение высказываю, да. Я могу объяснить, в чем гордость. И поэтому я тебя тоже спрашиваю, в чем гордость, что ты русский? Ну, вы гордый за людей, которые это все делали. Понимаете? Да, ну, гордость как бы, она формируется. У нас такой же народ, тоже много всяких людей, которые делают добро, да и сама страна. Ну, Чан, вот сейчас... На данный момент у нас идет война. Сейчас мы для вас ничего по-хорошему не сделали, не делали. Сейчас идет война. А вы всю историю для нас ничего хорошего не сделали? Как русский народ? Историю я не могу сейчас. А вы всю историю, ну, как бы, русские ничего хорошего не сделали? Ну, то есть передо мной сидит молодой человек, который не может объяснить, в чем гордость его как русский? Я же сказал уже. В чем? Не сказал ничего. Потому что я... Потому что я не сажусь в свой город из-за своей страны каких-то достижений. А из-за чего? Я просто горд за свою страну и за себя, что я русский, и все. Вот просто отбалдать? Ну, мне просто... Мне этого достаточно, да. Ой, ну, этого достаточно. Ну, пусть будет так, да. Так я просто спрашиваю. Закроем эту тему на вот эту, да. Как бы... Все, мне нечего... А за страну в чем гордость тогда? Ну, хорошо. Не знаю даже. Не знаю, да? Как закончите войну? Как закончите войну? Да. Без понятия. Это уже не нам решать. А кому? Там, кто сидит, из-за чего, из-за кого все... А что это значит? Богу? Ну, нет, там, из-за кого все это началось, кто это все начал. А кто начал это решать? Те, кто управляет этими странами, Россией, Украиной... Кто начал войну? Россия. Нашла она территорию Украины. Россия должна выйти из территории Украины? Я думаю, да. Из территории Украины, да. Но если ЛНР и ДНР хочут присоединиться к Россией, то они должны... Нет, мы пойдем глубже. Мы пойдем глубже, не ЛНР, а ДНР. Россия должна выйти из Крима? Для Крыма вообще, честно, я ничего не знаю. А потому что это все началось в Крыме, я думаю, что в Крыме закончится. Может быть, я без понятия. Но тебе лично нужен Крым? Мне лично нет. А Россия для чего? Путину для чего Крым? Да я без понятия, честно. Ну, это, наверное, надо у него спросить. Ты живешь в свободной стране? Ну, я считаю себя свободным человеком. Свободным, да. А в чем свободным? Ну, все. Ты можешь говорить все, что хочешь? Ну, конечно. Это демократическая страна? Что такое демократия? Даже не интересовался. Не интересует. Ну, я говорю то, что я хочу. Свобода слова есть? Ну, я говорю, да, что я хочу. СМИ свободные в России? Спаять. Оппозиция в России есть? Наверное, да. Наверное. А, наверное, это кто? Ну, просто, если бы я этим интересовался, я мог конкретно быть на этих вопросах. А почему русские ничем не интересуются? Ну, потому что я занимаюсь своей жизнью, а не политикой. Мне вот это все там интересно. Если я хочу сказать что-то про какого-то политика, я скажу это. И что со мной будет, это будет уже там. Ты через политики приехал в Украину делать час политики. Я военный. Мне поставили задачу, я сюда пришел. Убивали людей, да? Я не убивал людей. Ну, стрелял бы. Как мне говорят, что я там насильник, мародер, и все это остальное. А кто говорит? Все. Через сколько структур я не прошел, пока я в плену, мне все об этом говорят. А ты этого даже не понимаешь, что ты захвачиваешь территорию ОКУПА? Нет, я понимаю, что я... Это маленький дентик большой системы русской. Но я не насильник, не мародер и не убийца. Кто? Я русский солдат. Который пришел что делать? Ну, давай продолжим логически. Ну, выполнять боевые задачи. Я не споржил. Да, я стрелял, но я стрелял по позиции русского, которые стреляли по мне. Хорошо. А которые стреляли по тебе, да? Бедный мальчик. Не, не беда. Вы слои стреляли по бедному русскому мальчику, который заблудился, да? На украинской территории. Я не бедный. Хорошо. Строим логическую цепочку, выполняем боевые задачи. В чем были боевые задачи? Удержать опорный пункт. В чужой стране? На территории, да, Украины. Выходит, это был захват территории? Получается так. Получается, да? Вот этого не понимаете. Нет, почему я понимаю, что... Я тебе помогаю мыслить, а я что-то не понимаю. Вот там серое вещество, ничем верится. Вот мне не помогаете мыслить. Я же вам сказал, что мы зашли со всех направлений для того, чтобы, как я это думаю, чтобы все в СУУ, все свои силы не сосредоточили на двух направлениях. Вот и все. Какие двух направления? Донецк и Луганск. О том, что были сосредоточены силы? Нет, если бы Россия заходила только с той стороны, как она и хотела, то Сесилова-Бритама было бы намного сложнее. Я понял. То есть ты дальше веришь в мощь русской армии? В мощь русской армии, конечно. Конечно? Конечно. А чего же все бежали из-под Харькова? Вступил в команду на отход. Это гуманитарная миссия была отхода, да? Я не знаю, что это было. За сколько дней Киев должен был упасть? Без понятия. Без понятия. Ты же начал интересоваться политикой там 24-й часа. За сколько он должен был упасть? Я не знаю. Я не наступал там. Я без понятия вообще. Книги какие-то читаешь? Читаю. Какие? Вот последнее, что прочитал? Перед оккупацией. Сильный духом. Сильный духом. Это кто написал? Дмитрий Медведев. Маршал Советского Союза. Это какие? А, это... В лесах под Роуна. Еще писал. Я понял. И о чем? Вот это все там... Деды воевали, это дальше все, да? Вот как бы нравится? Почитал историю вообще русских партизан, которые были на территории Украины и убивали фашистов отсюда. Это последнее, что я прочел. А сейчас как бы история перевернулась. Сейчас фашисты пришли, и украинские партизаны с ними воевали. Интересно, да? Повторяется, может быть... Детей хочешь иметь? Конечно. Кого? Мальчику, девочеку. Мальчику. Мальчику, девочке. А как ты объяснишь, вот, например, своему сыну, что ты делал в Украине? Может быть, не придется ему объяснять. Почему? Не думал об этом еще. Не думал? На некоторые вопросы нужно немного подумать, чтобы... Давай стереотизируем, да? Вот сын тебя спросит. Он будет любознательный мальчик, да? И будет знать, что отец был в плену, да? Может, когда-то обвиняют. Он спросит, папа, что ты делал в Украине? Ну, я, наверное, так ему отвечу, что я был военнослужащим российской армии, пришел туда для выполнения боевых задач. Так и скажу, наверное. А в чем... Ну, вот сын продолжает. Да в чем была боевая задача? Чтобы удержать опорный пункт, не пройти, чтобы силы ВСУ не прошли. Мы с ними воевали. Да. А зачем вы воевали с ВСУ в Украине, в другом стране? Чтобы помочь людям Донбасса, которые хотели отсоединиться от Украины, но их обстреливали. Вот так я и буду объяснять. А что там дальше будет? Может быть, все переменяется и мое мнение тоже. Вот видишь, у тебя это... Да. На данный момент это такое мнение. Да. Может быть, я приеду домой и все сравню, что сопоставлю. Ты понимаешь, что ты оккупант? Я сопоставлю все, посмотрю, может быть, и мнение мое изменится, я не знаю. Пока я здесь, и на то, что я могу сказать, что идет война, и мы пришли в нашу страну. Вот будут украинцы это смотреть, да, это видно, что ты не сожалеешь, да, вот ты так с улыбкой об этом всем рассказываешь, боевые задачи и все дела, да. Ты просто понимаешь, что ты часть большой машины, до сих пор моих соотечественников. Города рушены, много убитых гражданских, почти 5 миллионов выехало из страны из-за таких, как ты. А у тебя вот этого как бы, ну, восприятия нет. Как это нет? Есть, конечно. Я сожалею об этом, обо всем. Ты не сказал этого. Только вот... Нет, я сейчас говорю об этом, что я сожалею. А больше всего я сожалею о том, что гибнут мирные люди. Ну... Вот русские мне... Я не могу... Вот там в комментах они мне пишут, что мир дает... Любомир, ты дает наводящие вопросы. Ну, в чем наводящие вопросы? Ну, то есть, люди как бы даже не понимают, ну, что они захватывают другие территории. Они говорят о каких-то боевых задачах. Да, помогать кому-то они приезжают. Вот чувак сегодня сидел и мне рассказывал, да, 20% населения более-менее живет, 80% это полный в России. С этим никто не хочет разбираться. Может быть, не знаю. Другие едут в Украину. Вот, может быть, не знаю. Ну, получается... Не, ну, просто я живу... Ну, то есть... Я живу, как я живу, как мне нравится. Моя мама живет, моя сестра живет, как им нравится. То есть, я... Да я не спорю. Как бы... Так украинцы тоже могут жить, как им нравится, правда? Конечно. И такие, как ты, не нужны в этой стране? Такое, понимаю тоже. Когда теоретически отменяют? Вернешься в армию? Нет. А почему? Ну, потому что я больше не хочу воевать. А как же гордость? Я русский. Вот это вся лабуда. Нет, просто... Не обязательно быть военным, чтобы гордиться тем, что я русский. Ну, физухи не будет. Тебе же там спорт нравится, еще что-то. Ну, и что? Я же могу этим заниматься. В зал можно ходить, я понимаю это все. Ну, дайте себе объяснение, а не какие-то детские. Не говорю, что там нужно было, не нужно. Я не хочу больше сюда возвращаться, не хочу это все видеть. Я не хочу переживать то, что я пережил и сколько я вообще здесь все перевидал. Вот и все, я приеду, у меня на 20-го дня прокачается контракт, я уволюсь. И все. Жалеешь себя? Нет. У клинцев жалко? Конечно. Русским что-то хочешь сказать? Нет.